Афины 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Если сказать коротко о цели поездки в Афины команда из Магнитогорска, то это отдых, сопряженный с баскетбольными страданиями на трибунах Олимпийского дворца. Деньги на поездку игрокам дали спонсоры-болельщики. Жены ехали на свои. В нашем понятии отдых – это ешь, пей, загорай. Игры только в преферанс. Самый дальний пункт путешествий – стойка бара. У команды «Кредоакадемия» оказались свои представления об отдыхе. Знаменательно, что к ней присоединились и челябинские ветераны баскетбола, которых знают на Южном Урале не только в лицо. Мы с Юрием Андреевичем записывали это интервью, когда не был известен ток последнего матча сегодняшнего турнира на чемпионате Европы. То есть не было понятно, с кем играет сборная Россия в четверть финале. Возможно, с Грецией, возможно, с Югославом, возможно, с кем. В принципе, сегодня, ну, это будет, конечно, чудо, если в Хорватии сегодня проиграют игру. А, в принципе, если все будет так, как пойдет нормальным ходом, то можно сегодня уже сказать, что, как ни печально, команде России придется играть в четверть финале с командой Литвы. Литвы. Так вот, мы вот думаем, что она все-таки будет играть с греками. Но наш вот микроматч, который за моей спиной играется, мы выигрываем с уверенностью. Пожелаем нашей сборной у греков выиграть четверть финале. На фоне чемпионата, на фоне того, что происходит в Греции, бум баскетбольный. Что из себя представляет, на ваш взгляд, баскетбольная команда Магнитогорска? Ну, команда Магнитогорска сегодня, в принципе, отвечает требованиям команды первой линии. В принципе, сегодня одним из основных вопросов является финансирование команды. Поэтому, если общественность города Магнитогорска, руководство, губернаторство, как теперь это называется, хотят иметь в городе достаточно сильную команду, значит, надо не поскупиться. И всем, кто в состоянии оказать такую материальную помощь для команды, причем это не разовая какая-то помощь, это должна быть помощь постоянная, с тем, чтобы команда могла и комплектоваться, чтобы команда могла иметь хорошую форму, чтобы команда могла поехать на сбор, на хороший. Ну, вот из этих всех составляющих, собственно, и состоит финансовая мощь, которая сегодня является нисколько не менее важной, нежели состав команды и набор игроков, которые в ней играют. А вот, на ваш взгляд, вообще российский баскетбол, он переживает бум, или же он пока еще не излечился от недугов, которые присущими были в прошлые годы, ближайшие? Вы знаете, что с созданием Суперлиги, в этом, в предстоящем сезоне, это будет уже второй сезон, как команды Суперлиги, как бы образовали отдельную группу, это идет сегодня только на пользу баскетболу. Хотя мы пока не видим новых имен, но все те, кто были достаточно известны, все оказались в этих командах. В прошлом сезоне это было шесть команд Суперлиги, в этом году их уже восемь. К тем шести, которые были, значит, добавились команды Аквариус Волгоград и Спартак Санкт-Петербург. В зарубежные клубы обычно приходит игрок, который они учат элементам игры. Он совершенствуется и как-то тактически вписывается в команду и в ней играет. Ну, это известно своими громкими именами Челябинская школа. Хорошо работает Магнитогорская спортшкола, правильно? То есть, в принципе, основа есть? Да, основа есть. Но я выражу здесь свое мнение. Я не знаю, согласятся с ними или нет другие специалисты. Но я считаю, что в одной области, в одном городе, в первую очередь, должна быть создана одна мощная, надежная команда. А уже затем, если появляется возможность, можно создать вторую, третью. Фармклуб, да? Да, фармклуб и так далее. Но если каждый из городов области, допустим, тот же Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, там, допустим, начнут создавать каждой свою команду, естественно, на пользу делу это не пойдет. Такие тренировки команда Кредо Академия проводила почти ежедневно. Если нам нужно было ехать на игры во дворец Олимпийский, то команда тренировалась утром. Ну а в дни свободных от игр игроки выходили на площадку по вечерам. И нашими соперниками были местные греческие любители баскетбола. Кстати, очень искусные в этом смысле люди, потому что в Афинах очень много площадок, да и жили мы вместе благодатнейшим. Кстати, оказались мы под крылом под опекой фирмы «Тандем». В числе прочих направлений в ее деятельности есть и международный туризм. Партнером «Тандема» явилась московская «Тройка Тревел» и в итоге за 800 долларов двухнедельный пансион в Конго-Палаце, где номера с холодильниками, телевизорами, кондиционерами плюс авиабилеты. Для сравнения, скажем, делегациям спорткомитета России эта поездка обошлась в три раза дороже. А жили они далеко от Афин в отелях, где душ был один на всех, а кондиционера приходилось только мечтать. Ну а южноуральцы расселились в Глифадии. Это фишенебельный район Афин на берегу Эгейского моря, где живут только очень богатые греки. Мы попытались отыскать здесь дачу Анасиса, но нам объяснили, что у него их несколько десятков, в том числе и две на Крите. Ну а теперь вернемся к баскетболу. Тем более, что... Страшное! Попали мы в Акрополь. Ну а еще мы, как предрекал мэтр российского баскетболова Юрий Андреевич Черников, попали под литовцев. Сергей Белов, наставник россиян, так долго объяснял, почему он не хотел играть в четвертьфинале с греками, что невольно стал популярнейшей фигурой на греческом телевидении. А когда Россия, проиграв испанцам, вышла на Литву, злорадству греческих комментаторов не было предела. Мы записали этот матч с телеэкраном, потому что оператор на игру не поехал. Побоялись, а вдруг на сей раз в предцентре нам не поверят и размагнитят всю кассету, где снято и кроме баскетбола еще немало чего интересного. Об этом матче можно говорить часами, а можно и помолчать печально, видя, как бывшие цисковцы забивают нынешним безответные трешки. Я имею в виду Куртинатица. А что касается суперзвезд Сабониса и Марчулениса, то это вообще отдельный разговор. Сабонис, набрав в первом тайме 25 очков, а всего 33, решил исход матча в одиночку. Марчуленис стал лучшим игроком турнира в Афиме. После этого матча к нам в отель приехали Михайлов, Фетисов, Дамани, Бобков, Носов. Ночевать в своей каравелле им после поражения не хотелось. А уже после финала наши вздесущие земляки побывали на дискотеке, где королями бала были Сабонис, Раджа, Кукач, Дивац, Марчуленис, Корнишевац. Нас они откровенно жалели. И похлопывая по плечу, почему-то Кахильникова, Сабонис говорил, «Вадик, если не закреплюсь в Портленде, поеду играть за вашу академию». Но эти шутки мэтр мог позволить себе только после того, как весь мир видел на экране совсем другого Сабониса. На пресс-конференции он уже не плакал. Зато у остальных сердце сжималось от сочувствия гиганту, которому помешали подарить золотые медали своей маленькой родине Литве. Для меня в их всю жизнь были Александр Харченков, теперь вот Александр Сергеевич Харченков, то есть старший тренер Ленинградского «Спартака», так и понимаем? Да, в этом сезоне в «Спартаке» происходят изменения с тренерским составом. И Кондрашина провожают на пенсию, хотя он уже давно пенсионер, но сейчас уже принято решение, что команду должен принять какой-то тренер более молодой. Тот период, который я провел в Германии, во-первых, это был переходный период моего качества. Смена амплуа, да? Да, из игрока я переходил в качество тренера. Играющего тренера вначале, да? Сначала в играющего тренера, а потом я последний сезон уже был чистым тренером в Германии, работал с командой. Ну, не знаю, мне кажется, что это интересно, работать тренером, хотя тренерская доля, на мой взгляд, очень-очень тяжелая. Вас не пугает та вот истина непреложная, что великий игрок не всегда становится великим тренером? К примеру, вот Сергей Белов. Великий игрок, без всяких прикрас. Прекрасно сыграла сборная в Торонто, и вот сейчас в Афинах провал. На ваш взгляд, в чем причина этого провала? Ну, к сожалению, из того, что я видел, у меня такое впечатление, что он остался игроком. И он на площадке в момент игры, он как бы продолжает участвовать в этой игре как игрок. Систым полевым. Не как тренер. И я думаю, что это ему мешает. То, что он не может отреагировать на то, что происходит на площадке, как тренер. Он хочет, скажем, подключить свою силу, свое умение как игрок, но не как тренер. И это не помогает команде, к сожалению. Ну, сейчас говорят о том, что чемпионат в Афинах проиграл Базаревич, который брал за себя игру, но не справился с обязанностями не только разыгрывающего, но и снайпера, то есть заднего игрока. Ну, Базаревич, на мой взгляд, он своеобразный игрок. И я не могу сказать, что проиграл чемпионат Европы Базаревич или там какой-то один конкретный игрок, потому что это невозможно. Скажите мне, в каком моменте он проиграл этот чемпионат Европы. А я вам скажу, что нет. И мы с вами будем дискуссировать до бесконечности. И я вам буду приводить доводы, что нет, а это не так. А вы мне будете говорить, что вот это так. А я вам скажу совсем другое. Не в Базаревич это дело. А дело в том, что надо было найти место для Базаревича в команде. То место, где он мог бы приносить пользу большую нашей сборной. И тогда, я думаю, что если бы это касалось не только Базаревича, а и других игроков, вот, на мой взгляд, сильнейший игрок сейчас в нашей сборной это Сергей Бабкур. Причем не только в нашей сборной. Просто он мне очень нравится там. Как игрок. Кабазаревич, а и других игроков. Вот, на мой взгляд, сильнейший игрок сейчас в нашей сборной это Сергей Бабкур. Причем не только в нашей сборной. Просто он мне очень нравится там. Как игрок. Но используем мы его так слабо, что, по-моему, его даже это сердит. И он на этом теряет, ну, я не знаю, сказать, там, 50%, наверное, того, что он может. Потому что, когда он играл в чемпионате Германии, он был вторым по результативности в чемпионате Германии. Но это еще не показательно. На самом деле, он просто очень сильный во многих линиях. Он может трехочковый забить. Войти во внутрь трехочковой линии и забить со средней дистанции. Он может забить из-под кольца. Он может подобрать. Он бежит, он прыгает. Я не знаю. Он видит хорошо поле. Но мы его не используем. Его надо нагрузить больше мячом. Он не такой жадный до мяча, как Базаревич. Давайте пожелаем друг другу вот чего. Чтобы Спартак Ленинградский, Санкт-Петербургский всегда был в числе лидеров. А Магитогорская крыда Академия попала наконец-то в высшую лигу, потом в суперлигу и оказала достойное сопротивление вам на площадке. Хорошо, спасибо. Чем больше команд будут на виду и из России, из середины России, тем лучше, потому что там-то у вас просто непочатый край всяких игроков очень разного уровня. Через два часа после этого интервью Харченков поехал в Афинский аэропорт. Из Москвы он должен был улетать в родной Санкт-Петербург. А жил он, Александр Сергеевич, в нашем отеле «Конго Палац». И именно для встречи с ним приезжали в наш отель игроки сборной России Бобков, Дамани, Носов, Фетисов. И мы подумали, а вдруг на базе «Спартака» создается уникальнейшая баскетбольная команда, которой будет присущ игровой интеллект Харченкова, чемпиона мира 1974 года. Ну а дождь в Афинах все-таки пошел. И эта природная аномалия, дождь в июле, воспринималась многими с двойным смыслом. Возможно, природа оплакивала надежды российской сборной на медали в этом чемпионате. Ведь что интересно, когда мы летели в Афины, а аэробус включил в себя огромную делегацию российских болельщиков, так вот, мы заключали пари. С кем же сборная России будет играть в финале? С хорватами, югославами, греками. И вот, седьмое место. Конечно же, было обидно. Но мы подумали вот о чем. Не напрасной была поездка магнитогорских болельщиков и игроков в Афины. Потому что две недели жизни в атмосфере чистого, высочайшего баскетбола обогатили игроков. Ну а те, кто любят эту великую игру, они получили все равно истинное наслаждение. Вы тренер команды, которая борется за право играть в высшей лиге, надеюсь, затем и в суперлиге. Для себя почерпнули нечто на этом чемпионате Европы? Скорее всего, я получил дополнительную информацию, которая подтвердила мои прошлогодние убеждения, что сейчас со сборной команды работает не самый лучший тренер, который у нас есть в России. Несмотря на прошлогодний успех в Торонто, было море изъянов, которые в этот раз подтвердились, только там мы чудом оказались старые, а теперь мы бьемся за седьмое и восьмое место. С точки зрения игры нашей сборной я не вижу ничего интересного и нового для себя, может быть, даже в плане ошибок, которые совершает наша сборная и тренер. Таких ошибок море. Здесь есть над чем поработать, а что-то полезное пока нет. Вадим, вы оказались самодисциплинированным болельщиком нашей делегации Магдагорской. То есть вы посетили все матчи, последний вот финал, сейчас уезжаете. Зачем это вам нужно? Уважаемому человеку. Ну, видимо, такую роль в моей жизни баскетбол играет так. Я его люблю. Тем более сегодня финал Литва и Югославия. Я вспоминаю, лет 10 назад я специально ездил в Москву, на матче суперфинала в Жальгерис-ЦСК. И вот через 10 лет я надеюсь, боюсь гладить, постучим. Увижу сегодня заслуженный, закономерный триумф литовского баскетбола на европейском континенте. Вот видите, я даже одел рубашку бело-зеленых цветов, чтобы все видели, что я страстный поклонник Литвы. Вас будут склонить к тому, чтобы приняли литовское гражданство? Ну, если говорить о баскетболе, я здесь космополит. Вообще абстрадируют этих всех политических проблем, там, Югославия, Хорватия, там, Россия, Литва. Главная игра. Вообще сам факт появления команды Кредо-Академия во главе с ее штабом, главным тренером, тренером-консультантом вызывает удивление. То есть появление на берегах Адриатики. Адриатики, вернее. Как это получилось? Получилось это, видимо, в первую очередь, благодаря фирме «Тандем». Потому что именно фирма «Тандем» помогла нам организовать этот выезд. Непосредственно техническую часть все выполнили проекты нашего. Ну и благотворительный совет при Академии, который был создан полгода назад, сыграл основную роль в финансировании команды. Вот именно благодаря ректорату института, нашей Академии, благодаря попечительскому совету фирме «Тандем» мы сейчас здесь, в Афинах, заканчиваем чемпионат Европы среди мужских команд.